В гостях у нас капитан команды Сталина и Лисы Артём и Камадских. Артём, регулярный чемпионат уже подходит к концу, домашние игры закончились и теперь вас ждут матчи на выезде. Скажи, пожалуйста, сейчас в каком состоянии пребывает команда? Ну, осталось сложный выезд, 8 игр. Состояние команды отличное. Боевое? Да, все только на победу готовы работать. Вот как ты считаешь, почему в прошлом году команда вышла только в четверть финала, вот не удалось пройти в полуфинал? В чем были какие-то ошибки? Ну, там попались два соперника в одной восьмой, Новокузнецк тяжелый и Новосибирск тоже, ну, тяжелая команда. Им больше повезло, чем нам. А в этом году как вы с ними? С Новосибирском. Дома одну проиграли, одну выиграли и на выезде две выиграли. Ну, есть вот этот вот такой, скажем, чтобы взять реванш именно вот за прошлый год, чтобы вот пройти дальше, нежели чем просто четверть финала? Если попадем в полуфинал, то да. Но они сейчас борются только за попадание в полуфинал. Мы вроде как попали, но еще тоже не сто процентов. Скажи, пожалуйста, сейчас вы занимаете четвертую позицию Восточной конференции, и еще перед вами, соответственно, три команды. Какую рассматриваешь из самых сильных? То есть это для телезрителей, да? Реактор, Ирбис и Белые Медведи? Ну, они все непростые команды. Но Белые Медведи как бы принципиальный соперник для нас. То, что одна область. Конечно, Человековская. Ну, а Ирбис и этот Реактор, они тоже с ними, ну, тоже нелегко играть. Они все тяжелые команды. Какую задачу тогда сейчас перед вами ставит тренер? Как можно выше занять место и попасть в полуфинал. Больше выигрывать. Артем, в этом году у вас новый был главный тренер Славьев Виталий Евгеньевич. Как с ним работа складывалась? Ну, в принципе, это нормально все. Его многие знают, кто из детской школы. Он 96-й год тренировал. Я его знаю. Вот он меня брал на игры. А вот кто не местный, но они как бы с ним познакомились уже на предсезонке. Ну, ничего. Все знали, чего он хочет. Сейчас, а вот в данный момент вы отдыхаете или активно тренировки идут? Мне вот со вчерашнего дня уже стали больше нагрузок давать нам. Ну, после игр я не играл в игры. Пацанам дали отдохнуть. Потом тренировка втягивающая была. Сейчас уже потихоньку в этот. Добавляем нагрузки. Готовимся к выезду. А я знаю, что ты единственный игрок нашей команды. Представлял, получается, и Магнитогорск в целом на Кубке Вызова. Расскажи, пожалуйста, поделись впечатлениями, как все там прошло. Ну, мне очень понравился там турнир. Ну, не турнир, а игра вот эта. И понравилось, как все влились. У нас было два дня там. Все друг за другом на игре. Ну, никто никому ничего не говорил. Эмоции зашкаливали там на игре. Ну, еще когда проигрывали, потом, когда сравняли, вообще было непередаваемое ощущение. Скажи, пожалуйста, вот именно тогда, наверное, произошел, может быть, перелом у тебя. Потому что тебе удалось поиграть еще и с Западом. Ты посмотрел, как они играют? Какая у них тактика, стратегия? Отличается ли от Восточной конференции? Ну, да. У нас еще тренера перед, ну, перед тренировкой, там за день до игры тренировка была, нас тренера предупреждали, ну, чего будем, чего ожидать от Запада. То, что они чуть-чуть побыстрее нас и больше бросают. Ну, так и было. Они даже не чуть-чуть, они намного быстрее нас. А как ты считаешь, почему? Ну, я не знаю, там вот это, у нас тренер сказал то, что это стиль Запада у них такой, как играют там ЦСКА, вот эти вот, команды КХЛ. Тогда стиль Востока какой? Ну, они сказали, ну, стиль Востока, наверное, больше игры в пас, комбинационный хоккей такой. Ну, так. Ну, больше разыграем. Они больше бросают, больше нацелены на бросок, а мы больше на розыгрыш. Артем, вот на Кубке Вызова произошло то, что ты лишился нескольких зубов? Нет. В Новосибирске это случилось. Расскажи, пожалуйста, как так произошло? Почему не смог уберечь себя? Ну, там, первая смена была. У них игрок шайбу забросил в зону. Я пошел на подбор и, как бы, в спину толкнули меня. И все, я дальше ничего не помню. Ясно. Ну, сейчас ты уже восстановился, все хорошо? Ну, да. После выезда там еще пару дней не катался. Потом начал потихоньку без нагрузок тренироваться. И сейчас, ну, как доктор мне разрешают, там, добавлять, не добавлять. Потихоньку набирают форму. Артем, а ты стал капитаном команды давно? Ну, в том сезоне. Как ты считаешь, почему именно выбрали тебя? Ну, это я даже не знаю. Тренера просто решили. А почему, даже не знаю. Ну, тогда какие основные, получается, так скажем, требования от капитана? Что он должен делать? Ну, он должен, ну, как всегда, в команде подбадривать. Ну, внутри. Потом, между, ну, тренера, да, как бы, чуть что случается, они, ну, как ко мне. И я также от команды, что-нибудь, если хочу сказать, я иду к тренерам. Взаимодействие такое между тренером и теми. Да, это взаимодействие такое между теми и теми. Ну, ты себя комфортно чувствуешь в роли капитана? Да. Что бы ты хотел, может быть, еще внести в свою команду, вот как капитан? Что тебя, может быть, сейчас, например, на данный момент не полностью устраивает? Больше голов я, наверное, не все. Это обязательно. А так все нормально. То есть команда сплоченная, команда сыгранная, команда абсолютно такая, вот единый организм. Ну, да, друг за другом все. Ну, все нормально. А что бы ты, например, хотел пожелать, во-первых, своим, конечно же, ребятам, которые с тобой плечом к плечу будут играть, и, возможно, телезрителям, чтобы они как-то поддержали вас? Ну, ребятам, наверное, больше удачи, побольше голов, поменьше пропущенных голов. А телезрителям, чтобы приходили, смотрели на нас. Приятно, когда много народу приходит. Много болельщиков. Да, много болельщиков приходит. Приятно играть. На выезде играем, там, в каком-нибудь городе, там, Новокузнецке вообще много. Почти полный ледовый. На вас-то не давит? Ну, нет. Вы полностью погружены в игру? Да, иногда даже не слышно то, что они кричат. На смену приезжаешь, на лавке сидишь, слышно. А когда во время игры, ну, не слышно. А телезрителям, конечно же, еще раз хочется пожелать, чтобы они обязательно поддерживали наших хоккеистов и приходили на игры уже плей-офф, которые состоятся в марте. А вам, Артем, и всей вашей команде, конечно же, желаем только побед, чтобы ни одной шайбы не было пропущено. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас был капитан команды «Стальные лисы», Артем и Камадских.